Привет, друзья мои, это Мехтиев Ньюс. Спасибо, что смотрите мой канал. Сегодня тема автомобильная, и сейчас я вам об этом все подробно расскажу. Поехали! Мои друзья и близкие, а также те, кто смотрит иногда мой канал, знают, что я ищу на автомобиле Hyundai Sonata 6-го поколения с индексом YF. Так вот, недавно я был на техническом обслуживании в сервисе Кориана. Если кому интересно, ссылку оставлю в описании на этот сервис. Этот сервис находится в Москве. Так вот, я был у ребят на очередном техобслуживании. После техобслуживания они стандартно проводят небольшую диагностику худовой, ну и вообще диагностику автомобиля. И вот специалисты сервиса сказали мне о том, что у меня подтекает рулевая рейка. Я не знаком с этой проблемой, потому что раньше на всех моих автомобилях такого у меня не случалось. Это случилось впервые. Я решил посидеть в интернете и поискать информацию вообще, что такое рулевая рейка, почему она ломается, как она ломается и что делать в случае, если она сломалась. Мнения в сети разделились. Одни уверенно говорят, что нужно только ремонтировать рейку, потому что это оригинальная запчасть. Лучше оригинала ничего нет, ну и так далее, и так далее, и так далее. Другие говорят, что нет, ни в коем случае ремонтировать нельзя. Это такой агрегат, который нужно поменять, снять и выбросить, поставить что-то другое новое и забыть про это, ездить и радоваться жизни. Мнения разделились. Я не знаю, куда мне смотреть. В эту сторону, в сторону ремонта, либо смотреть в сторону замены этого агрегата, этой рулевой рейки. Я не специалист. И я вот сидел какое-то время и думал, что же мне делать дальше. Что же я решил? Я решил пойти путем поиска новой запчасти, новой рулевой рейки. Я залез на известный всем сайт Авито. Я просто полазил в интернете по сети, начав искать новую запчасть. Интересную штуку я обнаружил. Куда бы я ни позвонил, почти, давайте так скажем, 90% объявлений, куда я позвонил, продавали бэушные рулевые рейки, но под видом, что они либо привезены из Европы, либо они какие-то супер турбо восстановленные, либо я нашел несколько объявлений, где они были действительно как новые, упакованные. То есть, они были почищенные, отмытые, я не знаю, очищенные от всего, от грязи, и так далее, и так далее. Они были упакованы, но все равно они продавались как был. То есть, по сути, новых рулевых рейк на мой автомобиль, напомню еще раз, что это Hyundai Sonata 6-го поколения с YF, и это 2011 год, практически в Москве нет новых рулевых рейк. Да, я нашел несколько новых штучек, буквально 2 или 3, обозначались как абсолютно новые упаковки, даже предлагалось мне приехать, посмотреть их, пощупать, понюхать, все, видимо, на вкус попробовать, но все равно меня гложет какое-то сомнение, меня что-то беспокоило, я боялся, что я могу нарваться на покупку бывшую рулевую рейку, но под эгидой того, что она новая. Некоторые мои друзья уговаривали меня все-таки поехать на ремонт рулевой рейки, мне даже нашли пару сервисов, где, в принципе, недорого, люди могут продиагностировать, провести диагностику, да, и поменять мне, и починить мою рулевую рейку. К примеру, вот один из сервисов, который находится на юге Москвы, предложил все вместе, всю эту процедуру, всю эту процедуру вместе с отход-развалом сделать за 40 тысяч рублей. Я не знаю, дорого ли это, недорого, потому что, еще раз повторюсь, я первый раз сталкивался этим вопросом, но я пока еще туда не доехал, а почему, а потому что в голове возник новый план, то есть возник новый план приобрести эту рейку сразу за границей. Самая близкая и дружественная за границей для нас сейчас это Китай, и я решил посвонить с моим хорошим другом, который живет и работает в Китае, для того, чтобы он поискал эту запчасть для меня, я ему дал номер, дал все данные автомобиля, чтобы он запчасть поискал, купил и прислал ее мне. И вот, друзья мои, наступает кульминация этого видео. Не прошло и двух недель, как эта запчасть из дружественного Китая, от наших китайских друзей, приехала ко мне в Москву. И сегодня в этом видео я вам покажу запчасть, которая приехала ко мне. Вот такая моя запчасть из Китая, которую прислал мне мой друг, которую нашел он там, приобрел, купил. И сегодня мы с вами ее посмотрим, распакуем и поглядим, что же внутри вот в этой волшебной коробочке. Для вскрытия коробки нам понадобится вот такой специальный инструмент. И давайте уже скорее приступим к вскрытию и посмотрим, что же там находится внутри этой интересной коробочки. Ну что, друзья мои, я начинаю вскрытие коробки. Я видео немножко ускорю, чтобы не занимать много времени. И потом мы уже посмотрим более внимательно, что там находится внутри и что такое ролевая рейка для Hyundai Sonata 6-го поколения из Китая. Что же, друзья мои, скажу я вам, китайцам, на славу упаковываю товары. И вот, наступил долгожданный момент, когда мы можем заглянуть вовнутрь. Так, вот она наша рулевая рейка. Давайте сейчас я вам поближе покажу. Точнее, нет, я сейчас ее вытащу и покажу вам ее поближе. Ну что ж, друзья, вот такая, вот, я сделал напрасно. Ой-ой-ой, все полетело. Прежде всего, сделал потом небольшую уборку. Вот такая рулевая рейка. Вот, смотрите, давайте поближе посмотрим. Кто разбирается, пишите в комментариях, все ли здесь правильно, все ли здесь на месте. Вот она вот такая. И если я правильно понимаю, я абсолютно не мастер, сразу я извиняюсь. Здесь нет, как пишут многие, здесь нет рулевых наконечников. То есть, это сама, просто сама рейка. Вот такая вот рейчика. Такая вот рейчика. Сейчас еще раз поближе вам покажу, чтобы вы посмотрели. Кстати, пока не вижу никаких обозначений здесь, потому что хочется понять, точно ли это моя рейка, точно ли это рейка для моего автомобиля. Поэтому сейчас мы еще раз поближе с вами посмотрим. Так, рейку я распаковал. Вот она такая. Сейчас я приближу, мы посмотрим, что у него здесь. Пишите мне в описании, что должно быть в комплекте рейки. Пишите в описании, рассказывайте, потому что я не знаю. Я только единственное понимаю, видимо, что нет рулевых наконечников. Так, вот такая вот рейка. Рейка однозначно новая. Не видно вообще никаких следов использования. Единственное, знаете, что я не вижу никаких названий и маркировок, кроме как каких-то номеров и обозначений никаких нет. Что это Hyundai или там, что это что-то такое. Сейчас она поближе. Я держу одной рукой, чтобы она не упала. Вот такая. И, как я уже говорил, номер я вижу только вот здесь. Сейчас я его увеличу, чтобы вы посмотрели. Номер только вот какой-то KJ, какие-то цифры. И, в принципе, все. И больше никаких обозначений. Ну, вот, в принципе, и все, друзья мои. Осталось только удостовериться, что эта рейка подойдет для моего автомобиля. Отвезти ее в сервис к специалистам, чтобы они все посмотрели и сказали, подходит или не подходит. Также необходимо докупить кое-какие мелочи, запчасти не достающие, и провести установку на автомобиль. Если вы хотите что-то заказать в Китае, если вам что-то понадобится из Китая, если вы хотите что-то найти себе, что-то уникальное, что-то интересное, я оставлю контакт своего друга в описании. А также оставлю ссылку на его Instagram-страницу. Она, правда, еще не полная, ее еще наполняет, но там вы можете найти контакты, связаться с ним и заказать то, что вам необходимо. Он проведет поиск этого товара, сделает фотографии. Если вам нужно по запросу вышли это видео, и если вас все устроит, то вы можете это дело заказать, и это к вам приедет в любой город, какой вы пожелаете. Это был канал Миктив Ньюз. Спасибо, что смотрели. Всем пока.